Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, убийца королей. Мы ищем человека, который, возможно, возможно, расскажет нам про Рёзы Памяти. Кто это шляется? Я, в принципе, знаю, да, где они есть. Сука. Так, какого чёрта вообще? Я пойду прямо туда. Они здесь. Вот. Поэтому, я думаю, почему бы и нет, да, я уже про них узнал, что они такие есть. Блядь, что-то было! А, малышка, всё нормально. Я постоянно в что-то такое попадаю. Они так и не поняли, в чём дело. Ты о ком, Геральт? Тякс. Это куда мне идти-то нужно? Походу сюда, по этой дорожке. Воу! Вы такие не очень. Так, можно сюда, можно сюда. В принципе. О, хер. У меня уже почти здесь, чё. Ура! Ура! Хорошо! Вообще, технический разбор противника. Блядь. Утопцы. Как можно было утопиться в этой луже? Какого хрена? Опыт. Кам сми. Такс. Такс, такс, такс. Мать вашу так. Мне куда? Собственно. Нет, похоже, в другую сторону. Похоже, сюда. Я не буду собирать вообще. Там понападало. Это такое говно. Хотя, в принципе, алхимические ингредиенты. Да ну их нафиг. Такс. Хотя, блин, я забыл. Надо было все-таки 3 смери гольд брать с собой. Вот дурак. Ну ладно. Ничего страшного. Я просто постоянно ее брал всегда с собой. Я не знаю, что тут будет, если ее не взять. Скажем так. Ну да. По-любому надо искать того, кто мне расскажет про розы памяти, потому что жив. Так что. А нет, вот. Вот все, да. Хех, ох. Ладно, что-то, да. Идем вниз. А куда пропал Седрик? Вот это мне интересно. Какого хрена? Куда он делся с поста? Ну, че. Ладно. Может быть, это запланировано. Может, нет. Может, это баг какой-то. Игра-игра. Прекрати немедленно. Так. Все. Ну давай уже ладно, соберем. А, это капкан. Зря я это сделал. Ладно, давайте соберем мозги. О, дратва с них падает. Это здорово. Сукно. Я ж вас тут нарезал вообще. Это че, все? Жадины. Ладно, уходим отсюда. Дайте розу трись. С-с-с-ка. Отъебись, блин. Видишь, я занят. Я вам даже по дорожке бегаю, чтобы в капканы не попадать. Куда-сюда. Да, куда-сюда. Три-с-с. Я пришел. А че мне там этот трофей Кейра надается, кстати? Я что-то как-то повтыкал. Я его просто поставил, короче. И ни вам не показал, ни сам не посмотрел. Так. Так. Книпочка и инвентарь. Вещь для задания. Спасибо огромное. 50 к здоровью. Легендарная вещь. Нихера себе. Ну да, согласен. 50 к здоровью. Это неплохое подспорье. На самом-то нет. А, три-с-э-америку. Отдать розу трись. Сюда, что ли? Вряд ли сюда. Давайте поболтаем с кем-то. Нет, с тобой нельзя поболтать. Ого! Это... Ага. Я понял. Все. Спасибо большое. Чего-то я тупые вопросы задаю. Эм... Ладно. Ясно. Понятно. Это бордель. Все в порядке. Трис у нас внизу. Дорогуша Трис. Привет-привет. Трис, я нашел розу памяти. Там, наверное, красиво. Да. Было когда-то. Теперь это место полно печали. Мне нужно время, чтобы приготовить заклятие. На это может уйти несколько дней. Так. Чем займешься? Встречусь с Йорвитом. Постарайся, чтобы тебя не убили. Сейчас это было бы особенно глупо. Ты о чем? Ты вот-вот обретешь память. Посмотришь на все другими глазами. И мы узнаем, что случилось с Йеннифер. Предлагаешь мне бросить все к черту и сказать, Роше, спасибо, было очень приятно, но я пойду своей дорогой. Почему бы и нет? Ты ему ничего не должен. Я просто боюсь, что ты ввяжешься во что-то ужасное и не вернешься. Йорвит старый лис. Он сражается с людьми много лет. Этот лето тоже непростой рубака. Даже страшно подумать, кто может за ним стоять. Я не собираюсь бросать это дело. Это болото тебя затянет. Уже затянуло. Поддерживай, Геральд. Я хочу, чтобы ты знал, чтобы спасти Йеннифер, я поеду за тобой на край света. Я в долгу перед ней. И перед тобой. Я готова бросить придворную жизнь. Политику, закрыть глаза на убийство королей. Я даже смогу жить в Каэр Морхене. Все зависит от тебя. Трис. Позволь мне закончить. Я не смогу сказать этого во второй раз. Если ты решишь уехать один, я все пойму. И не буду тебя больше мучить. Ну, че тебе сказать? Я в принципе понимаю твою привязанность к Геральту. Ладно. Давайте выберем самый романтичный вариант. Я не знаю, что принесет будущее. Не знаю, что кроется у меня в голове. Но что бы там ни было, я не хочу тебя терять. Я был бы последним дураком, неблагодарным идиотом, если бы позволил тебе уйти. Как мило. Спасибо тебе. Значит, мы оставим убийц верно на Роше и займемся своими делами? Нет. Я хотел бы уйти, но сперва мне надо восстановить мое доброе имя. Люди фольтеста и охотники за головами не оставят меня в покое. А я не хочу такой жизни ни для тебя, ни для себя. Кроме того, я буду чувствовать, что сдался, когда еще можно было что-то сделать. Это будет похоже на бегство, хотя мы еще не проиграли. Что бы ты ни решил, ты можешь на меня рассчитывать. Мне понадобится несколько дней, чтобы приготовить заклятие. Пойду поговорю с Золтаном о Йорвите. Когда я покончу с убийцей королей, мы вернемся к нашему разговору. Такс. Тут я уже на два прокачал, теперь прокачаем. Да, удары в спину, пожалуй, пускай наносят меньше урона мне. Золтан, привет. Ради видеть тебя, Золтан. А что ты тут, собственно, делаешь? Долго рассказывать. Жизнь говно. Я понимаю. Шесть лет пашешь, как волк. Слушаешь россказни старого Бригенрикса. Покупаешь кольца. А потом она рвет помолвку. Я-то, дурень, кого ты разучивал. Ну и хер с ним. Что было, то прошло. Срать я хотел на Иудору, на кузницу в Новиграде и на всех Бригенриксов на свете. Займусь лучшей торговлей. Ну понятно. Золтан. Как твои мускулы, Золтан? Твердые, как бычьи яйца. Борьба на руках. Любимая забава краснолюдов. Надо будет как-нибудь потягаться. Можно попробовать прямо сейчас. Ну давай. Ну покажи свои бычьи яйца. Он, по идее, должен быть довольно силён. Ого. Да-да-да. Ну нет. Не против меня. У тебя лапище, как тиски. Мне было нелегко. Если вдруг встретишь моих старых товарищей, Ярпина или Шелдона Скакса, обязательно с ними поборись. Тут они удивятся. Золтан, ёпта, куда ты погрёбся? Золтан, у меня к тебе просьба. Валяй. Я слышал, что ты знаешь местных Скаэтаэлей. Это тебе какая-то жопа в шлеме сказала? Мне надо добраться до Йорвита. Знаешь что, ты не думаешь, что у меня со Скаэтаэлями всё схвачено. Йорвит меня терпеть не может. Зачем тебе с ним видеться? Он знает, где убийцы королей. Йорвит? Я думал, он обычный бандит. Ладно, нечего тут гузно просиживать. Пойдём, расскажешь всё по дороге. Окей. Го! Веди, Золтан. Кто тебе вообще сказал, что у меня есть контакты со Скаэтаэлями? Лоредо. Ох, хер моржовый. За что он хотел тебя повесить? За контакты с белками? Какие рвать, его мать, контакты? Встречал пару, да, конечно. Но чтобы контакты? Что ты знаешь об их командире? Говорят, Йорвит полный псих. Но Скаэтаэля слушает его, как родную мамочку. Знает, сучара, чего хочет. Мась. Великий. Хорошая у вас... Эээ, да так... Ты это, покажи свой товар. Я просто мельком. Пробегал. Вот и... А, пардон. Понятно, держи. Накладки для усиления. Да, у тебя, короче, нету мечей. Высокой пробы. Ну да ладно. Давайте захоронимся, а то... Ну и нахер этого Золтана. Ого! Побежал. Ух ты. Старовато я для этого. Убейте его! Не, ну тут я тебя поддерживаю, конечно, но не всегда же. Вперёд, Золт. Надо забраться глубже в лес. Они не сменили пароль. Ты знаешь их пароль? Во что ты играешь, Золтан? Ты не знаешь, что можешь мне доверять. Пришли. Тут я с ними и встречался. Знаю. Они уже целятся в нас из луков. Что? Не, Герод. Я знаю, что ты у нас чуткий, как журавль. Но всё-таки не за его. Скажи пароль. Кому? Быстрее. Они нервничают. Геркегор! Не вопи. Что вам нужно? Отзыв. Хайдегер. Я задал вопрос. Веди нас к Йорвиту. Зачем? Если бы мы хотели поболтать с тобой, мы бы не спрашивали про твоего командира. А Йорвит не хочет с вами разговаривать. Этого ты знать не можешь. Идите отсюда, пока целы. Вы двое нас напугать хотите? На дереве ещё четверо. Откуда ты знаешь? Я слышу их дыхание. Один из них болен или нанюхался фиштиха. Как? Откуда? Дышит он странно. Ну что, обмякли эльфи и петушки? Мы просто хотим поговорить с Йорвитом. Ждите на поляне. Краснолюд ты знаешь где. А мы сообщим Йорвиту. Вот и сообщите. Пойдём, Геральт. Окей. Знаю, что они навертели. Я там бывал уже. Ёпта! Нихера себе! А чё вас так много-то? Нихера себе! Давай, Золтан, два меча. Ебать вас тут! Наспаунилось! Так, ну мы забафались, конечно, на здоровье. Типа-го! Да хера тут, конечно, всего-то с них понавыпадало. Сейчас, подожди, я ещё залутаю. То, что осталось. Блядь! Спокойно так пробежал по Капкану. Золото он, красавчик. Сохранились и побежали дальше. Вперёд, твою мать! Вот мы и на месте. А это свиноморди рыщет внизу. Как раз там, где мы должны были ждать Йорвита. Точно. Что будем делать? Давно я не дрался с Главоглазами. А я, хвать его, мать, и вовсе никогда. Я об этом не жалею. Тогда жди здесь. Я тебе что, хер обвисший! Да правильно, правильно, боец, боец. Не спорю. Пошли. Подерёмся с Главоглазом? Чё? Какие вообще могут быть претензии, да? Это ж, блядь, мужик. Эльфы говорили об этом месте. Только вот приближается к нам совсем не эльф. Ну, это уже по твоей части, Геральт. Чудище и моя специальность. Оно какое-то не очень, оно даже не двигается. Раз, два, три, четыре. Йорвит. Прекрасное представление, Гвинблейд. Я только не понимаю, зачем тратить столько сил, если в конце тебя всё равно ждут неравный бой и верная смерть. Я бы мог спросить у тебя то же самое. Чего ты хочешь, Вадгерн? Говори, пока я не убил вас обоих. Ну, опасные ребята, конечно. Лето хочет тебя убить. Лето тебя предал. Он хотел сговориться с твоим товарищем Киараном. Киаран Аэп и Аснялен мёртв. Его бойцы попали в засаду и были убиты две недели назад. Ложь долго не живёт, Гвинблейд. Ты что, дурак? Киаран сейчас на барке. Раненый, но живой. Он отказался помогать Лето. Его отряд заплатил за это жизнью. Если то, что ты говоришь, правда, Дхойне умрёт. Но одних слов недостаточно. Во Флотзаме живут не только люди. Ты убиваешь жителей Флотзама, забывая, что среди них есть и эльфы, и краснолюды. Какие они эльфы? У них отняли уважение к самим себе. Приказали жить и умирать по людским законам. Они ещё больше Дхойны, чем ты, Геральт. Да? Что связывает тебя с убийцей королей? Наемный убийца оказался ещё и предателем. Пока у нас есть только его слово против твоего. Кто он такой, что ты так ему доверяешь? Дхойне, который выполняет грязную работёнку для Скайта Элли? Он согласился исполнить должное. Он доказал, никто не может считать себя неприкосновенным. А, ты всё об этом, да? За что ты сражаешься на самом деле? Чего ты хочешь, Геральт? Тебе не понять. Ты прячешься по лесам, убиваешь несчастную деревенщину, жрёшь корешки. Мы живём по собственным законам. Делаем то, что должны. Если видишь цель в конце пути, можно вынести очень многое. Согласен. Что за цель-то? И что ждёт тебя в конце пути? Какое тебе до этого дела, Геральт? Эссе от ват, Герн. Ты же всё послал Айпарсе. Я не всё послал Айпарсе. Моя жизнь теперь зависит от твоей прихоти. Потому я и спрашиваю. Вот что я тебе скажу. Два короля, которые были убиты, это два сукиных сына. Они бы детей своих на плаху отправили, лишь бы сохранить власть. Но на Востоке есть тот, кто по праву заслуживает короны. Ты всё ещё доверяешь этому убийце? Возможно, ты лжёшь. Значит, Киаран тоже лгал. Это несложно проверить. Посмотрим, что скажет Лето на твои обвинения. Где он? В руинах Калмевед. Он почему-то любит это место. Мой отряд будет нас прикрывать. Готовы? Почему именно Фольтест? Зачем тебе смерть Фольтеста? Может, Фольтест казался очаровашкой, но посмотри правде в глаза. Кем он был на самом деле? Именно он позволил преследовать в Тимерии старшие расы. Он был обычным Тхойне. Но его смерть дала гораздо больше, чем смерть любого другого. Пошли. Не будем терять времени. Блядь, надо было забрать с глава глаза. Ммм, забыл. Простите меня, пожалуйста, за это. Но да ладно. Надо было облутать глава глаза. Мы разыграем спектакль. Проебался. Ты скажешь, Лето, что поймал меня, и отдаешь в его руки. Ты же мне не веришь. Я буду безоружен со связанными руками. Если ты говоришь правду, он себя выдаст. Я тебе, разумеется, не верю. Мои люди будут нас прикрывать, и если ты начнешь глупить... Я понял. Нет. Если ты начнешь творить глупости, они намажут тебе лицо медом и положат в муравейник. Ой, блядь. И ты будешь выть так громко, что услышат даже всадники бурь. Я тебе твой лук засунул в шопу, блядь. А тетиву перетяну через шею. Блядь, понимаешь это или нет? Айд в хаэль моэн хири тэн дэбэ. Ладно. Завоевывай не силой, но слабостью. Именно. Идем. Во. Не дай ему понять, что это обман. Да понял я, понял. Господи иисус. Что ты такой дерганный, ервит? Прекрати. Сука, анимация ломается. Как мне это нравится. О-о-о. Здорово, Лето. Геральт из Ривии. Что бы это значило? Хочу поговорить. Ха, ервит, старый лис. Все-таки попался. Я недооценил тебя. Ты убил Фольтеста, и придется за это ответить. Король мертв, а единственный свидетель – это ты. И ты от этого не отвертишься. Довольно шуток. Освободи меня. Ха. Тиарен Аэпэ Аснилин сказал, что ты хочешь убрать ервита. Если и так. С чего ты решил мне помочь? Блёды дхойны. Зачем ты убиваешь королей? Или на кого работаешь? Давай его личные мотивы послушаем. Димавент, Фольтест. Кто еще? Кто вы такие? Мы уже встречались когда-то. Помнишь? Нет. А я никогда не забуду. Ты спас мне жизнь, Белый Волк. Мы дрались плечом к плечу, а теперь должны скрестить клинки. Убей я ервита пораньше, до этого бы не дошло. Зерит и Эгган захлебнутся собственной кровью. Я так не думаю. Прежде чем Скаетаэли в долине Понтера поймут, что ты убит, мои люди со всем разберутся. Зерит Эгган. Его помощники. Зерит и Эгган? Это кто такие? Дхойны. Убийцы королей. Скаетаэли помогают им в Нижней Мархии. В Нижней Мархии? Это долина Понтера? Интересно, что делает человек в рядах Скаетаэли? Знаешь пословицу, враг моего врага, мой друг? Ну да. Скаетаэли, мои братья-поместье. Согласен. На мне обязательно драться. Конечно, обязательно! Если ты так ставишь вопрос, берись за оружие. Довольно! Ведрай! Энли! Что ты делаешь? Скоро узнаешь. О! Особый отряд верно на Роше! Дай мне мой меч! Дай мне мой меч! Дай мне мой меч! Конечно, держи! Дай мне мой меч! Дай мне мой меч! Давай поиграем! Придется тебя убить. Попробуй, я все-таки не король. Дай мне мой меч! Воу! Жаль, что мы стоим по разной стороны. Действительно жаль. Нихера себе! А ты могуч, мать твою! Я не вижу драться, ты не разучился. А! Сука! Почему ты так упорно меня преследуешь? Они думают, что это я убил Фолькестер. Сам мир встать. Наш построить и себя телохранитель. Зачем ведьмаку убивать королев? Я был ведьмаком. Но долго лет назад. Теперь ты наемный громила? Поздравляю. Ты должен был сдаться, пока была возможность. Ты хорошо дерешься. Это не так, как раньше. Руки помнят. Этого дикая спота у тебя не один. Ты такой не очень, Лето. Ух ты, блядь! Ты не слабая, нескольких эльфов, чтобы убить короля. А ты силен, мать твою. А знаешь, сколько людей с радостью помогали нам? Ты думаешь, они все будут молчать? Время Йорвета подходит к концу. Остальные понесут кару за то, что породили хаос. Тогда почему? Ты был одним из нас, Геральт. Ты спас нас. Теперь мы квиты. Что? Лето, какого черта? Она является в чарах. Как думаешь, у нее получится телепортировать меня в Айдирн? Пусть только ведет себя хорошо. Я найду тебя. Значит, до встречи, Вайдирне. Где Роше? Мы убили нескольких его людей. Остальные бежали. Где Лето? Мертв? Скоро будет во Флотзене. С чего ты взял? Он хочет захватить Трис. Мне надо идти. Убей его, прежде чем он свяжется с остальными. А вот не надо было доверять Тхойне. Идем. Нет, Геральт. Нам туда нельзя. Гарнизон. Ну, конечно. Я и забыл, какие из вас вайяти. Майты тайрда, Гвинблейд. Удачи. Ну, смотри, типа, такое дело. Меч мой, где мать твою? Вот. Сука. Выбросил мой меч. Нихера себе. Как он вообще посмел? Так, что тут есть? Так, 13-18. И мой 15-22. То есть, вообще не вопрос. Хотя. Давайте посмотрим, как выглядит этот. Я просто хочу посмотреть, да? Ну, такой. Нихуя себе, типа. Неплохой. Неплохой. Набалдашник такой тяжелый. Такой, блин. Как солнышко зарядишь, так, блядь, можно и пару ребер сломать заодно. Но мой все-таки лучше. Так, что, погнали наверх. Бежать во флотзам. Спасти Трис. Что это? Метательные ножи. Фигурка. Оренс. Оренсы. Такс. Я, пожалуй, не буду помогать Вернану Роше. Хоть он и помог мне, но я, типа. Я ему не доверяю. Все равно. Он шпион. Я не привык доверять шпиону. Нихера вы тут резню устроили. Больные нафиг, что ли? Оренсы. Что тут растет? Ладно, погнали. Почему я сейчас оказался от помощи Вернану Роше? Потому что, в принципе, он представляет королевскую власть. Так же, как и местный надзиратель. Если его можно так сказать... Если его можно так назвать, Лоредо. А Лоредо тот еще сукин сын, которого нужно вздернуть. И в данном случае Скаетели являются, в принципе, правыми ребятами. Пускай они и, в принципе, дерутся только за ненависть. Это вообще ерунда, на самом деле. То есть, есть идея, да? Они могут по ней идти. Тут еще нужно цели правильно подбирать. Потому что, если они не будут выбирать, а просто резать всех подряд, это такой бред. Успокоились уже. Нет! Нет, мне сюда. Где этот, Ют? Хотел назвать его Сидором. Ну, этот, эльф Седрик. Ёманород, где он вообще? Ладно, судя по всему, я что-то потерял. А, я вспомнил точно. С ним же какой-то квест должен был быть. Ну, ладно. Сиди по всему, я его пропустил. Да. Скоро мы покажем этим нелюдям, где их место. Ни хера себе. Слетели стервенники. Ёб твою. Слышка мы с вами были добрыми, нелюди. Ага. Разжарели на наших кровных денежках. Отвалили! Это ведь наш сосед! Пора по домам, мужики! Вот так вот! Спасибо тебе, ведьмак! Если бы не ты... Не парься! Спрячься! Люди с ума посходили! Скорее спешите в трактир! Вы убиваете невинных! Невинных? Геральт! А теперь... Ну так что, трактирщик? Сына у меня убили! Сына! Эльфы проклятые! Пускай кровью платят! Эти эльфы не имеют отношения к убийству твоего сына. Нельзя проливать их кровь. Убедим их таким образом. Если подумать, вы все вообще ни при чем! Идите-ка, люди по домам! Благодарю тебя! Благодарю тебя, Гвинблейд! Без тебя нас бы разорвали! Нам надо уходить отсюда! Будьте осторожны! И поскорее! Кто тут распаляет народ? Доказательства у меня нет, но, думаю, это Лоредо. Властители всегда ищут объяснения своим ошибкам и неудачам. А людей надо развлекать. И все равно как, жестокостью или шутками. Этот город никогда не будет прежним. Пришел час презрения. Где Трис? Мы должны найти Трис. Ты знаешь, где она? Она собиралась к Шаале, а та снимает комнату в трактире. Я рассказал Трис, что Золтан чинил мегаскоп. Пойдем. Нужно поторопиться. На счастье, я раздобыл ключ от Кнездышка Шаалы. Не спрашивай меня как, это тайна. Господи, блять, Иисусе! Лютик! Пойдем! На хрена тебе эта чердейка объяснила? Спасите! Как на бойне. Не время сомневаться. Да я согласен. Нет, уваляю! А это что за пугало? Пасть закрой! Это тот волшебник! Оставьте их! Они вам никакого зла не сделали. Это ж почитай наши соседи! Ну, пора расходиться. Спасибо тебе, Милдзда. А то я уж лезвиями с ребрами чуял. Ладно. Так, с этим разобрались, в принципе, да? Быстрее. Кровь. Да она пропала. У меня дурное предчувствие. Ни хера себе. Да, тут все довольно не очень. Все это не к добру. Может, по следам что-нибудь разузнаем? Давайте, дорогие друзья, этим займемся в следующей серии, потому что, в принципе, этот квест довольно интересен, но не хочу я его разрывать на две части. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Всем пока и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok